Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ «Новости Анапы. Регион» в студии Ирины Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. К разгулам стихии город готовится заранее. Дежурные отписки на жалобы населения. Посмотрим правде в глаза. Красота спасет мир. Всероссийский фестиваль женского спорта пройдет в Анапе. Как обезопасить себя и защитить свое имущество от разгола стихии? Для жителей Суко, где при интенсивных осадках и особенностях рельефа риск подтопления очень велик – это очень актуальный вопрос. Людям стоит задуматься о страховании жилья. Властям еще раз проверить на жизнеспособность планы по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Осень на Кубани обманчива. В прошлом году именно осенью на наш город обрушились ураганный ветер и разрушительная сила наводнения. Свести последствия стихии к минимуму и справиться своими силами Анапе удалось. Глава курорта требует проверить планы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. И не оставлять людей в неведении, как им действовать в случае ЧАЭС. Сергей Сергеев объезжает коттеджный поселок в Суко. Плотная застройка – опасный фактор. Ну куда людям идти? Сейчас наводнение. Куда? Прыгать тут и скакать, как зайти? Алгоритм действий в любой нештатной ситуации есть. И не просто на бумаге, заверяет Анапского мэра начальник управления по гражданской обороне и защите населения Сергей Семерков. От этого моста вниз и до моря. И она ограждает вот эту сторону, эта дорога, с той стороны дорога улица Учеберская. Там уровень вытопления на Георгиевском бульваре колеблется от полутора метров до 70 сантиметров. Самый большой уровень вытопления по расчетам – это районная резиденция Утриж, там может быть до двух. Мы с ними дважды в год проводим учения и даем памятник. На сегодняшний день там всего пять домов, которые одноэтажные, но у всех есть мансард. Остальные – двух-, трех- и четырехэтажные дома. То есть ты предлагаешь, чтобы они пересидели? Мы предлагаем, мы в памятках им конкретно говорим. Поднимайтесь. Поднимайтесь на вторые этажи и обозначьте себя. Все. Со всеми главами сельских округов, у машин, вот по состоянию на 1 января этого года, уточненные сведения. Сколько летом, сколько зимой проживают. Которые маломобильные, просят они на учет и ездят. Мы круглосуточно ведем мониторинг. В унисон данных главой города поручений прозвучало краевое совещание под руководством вице-губернатора. Иван Перонко настаивает, людям надо рассказывать о государственной программе жилищного страхования. Бюджеты городов и районов не потянут многомиллионные выплаты. А добровольное страхование – гарантия возмещения ущерба от стихийных бедствий. В отделе обращения граждан администрации города хорошо знают, что анапчане пишут жалобу, когда уже ни в одной инстанции не нашли понимания и помощи. Глава города Сергей Сергеев требует прекратить отписки населению, а тех, кто не желает видеть за письмами людей, строго наказывать. Сколько можно врать людям? Бессовестная отписка в ответ на обращение анапчан – безоговорочная причина для увольнения с муниципальной службы. Об этом своих подчиненных глава города предупреждал. Мы по отношению к людям охамели совсем. Натурально охамели. Если мы какой-то вопрос не решаем, мы должны объективно доказать и людям в том числе, почему он не решается. Если мы сегодня, подчеркиваю, сегодня не возьмемся за это, за все, завтра будет поздно. Дорогие друзья, будет вместо вас кто-то другой это делает. Не всех этот разговор привел в чувство. От занимаемой должности освобождена сотрудница управления жилищно-коммунального хозяйства за буквально издевательское отношение к человеку, обратившемуся за помощью. 82-летняя анапчанки она предложила подождать ремонта лифта до 2043 года. И вот вновь дежурная отписка и опять от жилищно-коммунального хозяйства. Жители дома номер 36 в 12 микрорайоне возмущены бездействием управляющей компании. А им под копирку переписывают ответ коммунальщика, мол, успокойтесь, граждане, у вас все хорошо. Вот, пожалуйста, смотрите, в каком состоянии. Стены, естественно, вот, все в таком виде наделаны. Вот, дальше. Да, дом старый. Капитального ремонта не видел со дня сдачи. Но содержать в элементарном порядке подвальное помещение можно и отремонтировать трубы, чтобы не текли. Ведь жильцы коммунальные платежи платят исправно. Вот оно, содержание и ремонт. Сколько вы в этом месяце заплатили? Вот еще, вот, 600, нет, вообще плачу 673 рубля, 95 копеек. В доме 63 квартиры. Получается неплохая сумма в месяц. Если не на капитальный ремонт, то хотя бы на текущий. И нормальные отношения люди тоже заслужили. Их на отношения, это вообще, вы знаете, ну, по-моему, это вообще глухой номер. Действительно глухи к просьбам людей и в коммунальщики, и в ЖКХ. К счастью, очередная их отписка не дошла до людей. Глава города вернул ее авторам. Видать, почувствовали, что раз письмо уже пошло, действительно, 8 числа, они дали на 9 этаж, уже отремонтировали на текущий ремонт ребят. Но они отработали, потом позавчера не было их. Но, наверное, услышав, что снова пришла администрация, уже и козелки были внизу. Они снова вернулись, начали работать. Контроль за работой по уничтожению сорной растительности, и в частности, амброзии, считает глава города, должен быть ежедневным и более деятельным. В сельских округах проблема ее уничтожения стоит особенно остро. В новом микрорайоне села Супсех сорнякам раздолье и приволе. Они выросли уже выше человеческого роста. И никому нет дела до того, чтобы привести территорию в порядок и убрать сорную растительность. Рядом с жилыми домами целые заросли амброзии полонолисной. Что уже говорить про пустыри и участки, приготовленные под строительство. Неужели жителям близлежащих домов приятно жить в зарослях аллергенного сорняка? Это плохо. У людей аллергия на это большая. Так что ничего хорошего это не приведет. Бороться должны сами люди, во-первых. Во-вторых, если что, администрация должна за это отвечать. Должен ходить, проверять, посмотреть, что как. Так же заросли они пойдут еще дальше. Нужно пока маленько выдергивать. Не надо до такой степени, как деревья, растить. Конечно, оно вредно, люди болеют. Надо следить. О судьбе бесхозных участков наш вопрос к главе администрации Субсихского сельского округа. Поле, которое от аэродромной улицы и продолжается в сторону города, принадлежит юридическому лицу. Находится в его частной собственности. С ним связывались. Его просили это сделать. Но, я не знаю, может быть, в силу своей занятости этого пока не сделано. Соответственно, принимать меры какие-то к частной собственности мы не имеем права. Но владелец предупрежден. И просьба наша передана. Два участка на улице Леонова в селе Субсих принадлежат гражданке, которая проживает уже на протяжении 6 лет в Дагестане. Соответственно, в течение сезона работа продолжается по дворовые обходы квартальными руководителями территориального органов местного самоуправления. Опять же, проводятся беседы, понуждения. Граждане, которые не выполняют наших просьб, допустим, с первого раза, подвергаются административной ответственности. Может быть рациональное решение привлекать специальную технику, создавать отряды по уничтожению сорняка на пустырях, а потом заставить оплатить эти работы нерадивых хозяев. Штрафы не меняют ситуацию, а между тем, предоносная пыльца лишает тысяча напчан здоровья. Предстоящие выходные будут насыщены яркими и значимыми событиями для курорта. Единый Всероссийский день голосования и долгожданный фестиваль «Киношок». Из соседних регионов ожидается наплыв гостей. Сотрудники госавтоинспекции курорта готовы к предстоящим выходным стопроцентным составом. Подготовка к выходным начнется уже завтра. Пройдут масштабные профилактические рейды на всей территории курорта. В предстоящем воскресенье в городе Анапе будут проходить выборы губернатора Краснодарского края, в которые будут принимать участие сотрудники отдела ГИБДД, ДПС. У нас находится 70 участков. На каждом будет выделен сотрудник ГИБДД, либо сотрудник ДПС, который будет обеспечивать безопасность дорожного движения. Не только мы ограничимся этим мероприятием, у нас также будет проходить открытие киношока в городе Анапе, куда прибудут из Москвы много звезд, будут демонстрироваться фильмы, в котором также мы будем обеспечивать безопасность дорожного движения. Ветерану Великой Отечественной войны Николаю Корнеевичу Бомко исполнилось 90 лет. Наш земляк в числе первых осваивал грозу фашистов – гвардейские минометы «Катюша». После увольнения из армии в звании полковника, многие годы работал военным руководителем в школах Анапы. В этот торжественный день Николая Корнеевича пришли поздравить представителей администрации города, коллеги по работе, родственники и друзья. И даже президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо. Мы искренне гордимся поколением Великой Отечественной войны, на долю которого выпали и серьезные испытания, и великие триумфы. Вы никогда не боялись трудностей, верили в лучшее. Своим самоотверженным трудом создавали богатство и мощь страны. В 1941 году, в неполные 16 лет, Николай добровольно вступил в ряды Советской армии. Был направлен в Омск, где закончил военно-пехотное училище. Принимал участие в боях по освобождению от немецко-фашистских захватчиков Украины, Крыма, Севастополя. Был командиром огневого взвода. Брал на себя большую ответственность за молодых ребят, выполнял приказы и сам руководил. В войну, в конце концов, правильно сказали, выиграли молодые офицеры, молодые генералы. По 12 часов занимались в сутки, по 12 часов. Дали отличные знания. Ну, естественно, мы офицеры были смелые, имели организацию способностей, самоотверженные. Принцип был такой. Или приказ выполнен, или с этого места вы не уйдете. Такой он и остался. Героический и самоотверженный человек. Сильный духом и крепким здоровьем. Николая Бонко не сломили тяжелые годы войны и тяготы жизни. В свои 90 он дает наставления молодым и радеет за светлое будущее нашей страны. Юбилейный 15-й фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал» стартовал сегодня на курорте. В Международный день красоты самые активные, спортивные и жизнерадостные женщины России приехали в Анапу из разных уголков страны на фестиваль «Красота. Грация. Идеал». Сразиться за победу в финальном этапе фестиваля готовы команды из Ленинградской, Ростовской, Кировской, Волгоградской и других областей. Даже из Казахстана и Дагестана. Краснотарский край представила команда нашего курорта. Уже стало традицией проводить соревнования этого всероссийского масштаба именно в нашем замечательном городе. Город-курорт Анапа. Они уже лучшие. Спортсменки стали победительницами муниципальных и региональных этапов. Впереди последний этап – финал. Дойти до него – это уже победа. Меня переполняет радость за то, что вы молодцы. Вы нашли силы, возможности моральные, материальные для того, чтобы мы с вами в очередной раз встретились на этом празднике. Очень приятно видеть ваши радостные лица, улыбки. Участницы настроены решительно. Команда из Башкортостана – лучшие волейболистки. На протяжении более трех лет, наверное, мы первые приехали. Вновь за победой сюда. Домашний очаг и уют начинаются с женщины. Точно так же и спорт, здоровье, правильное питание и оптимизм. Та женщина, которая имеет красоту, грацию и идеал, очень успешна наверняка в жизни, в работе и во всех делах, которые ее окружают. И это пример своей семьи. Как говорит Анна Борисовна Алешина, идет в спортивный зал «Мама», с ней идут дети. Дальше подтягивается и папа. И все для этого делается у нас. И спортивные сооружения есть, и вот такой замечательный стадион в городе Анапа. Поэтому всех приглашаем вести здоровый образ жизни, заниматься спортом. В течение трех дней участницы фестиваля покажут свои силы в легкой атлетике, дартсе, плавании, соревнованиях по волейболу, комбинированной эстафете и общей физической подготовке, демонстрируя при этом женскую грацию и красоту. Завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». В пятницу 11 сентября в Анапе пасмурно с прояснением, без осадков. Температура воздуха днем 23-27 градусов со знаком «плюс», ночью до 21 градуса тепла. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Температура морской воды плюс 21 градус. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы «Новости» – магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых» «Модная школа», в которой можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи! «Доступные квартиры» в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова